всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу приготовить нарядный рулет из свинины готовится просто получается вкусно а когда захотите повторить рецепт пересматривать ролик не понадобится зря время тратить в самом конце ролика в титрах перечень ингредиентов основные этапы готовки имеются также кстати под роликом в описании тоже а сейчас за дело есть вот такой кусман без костной корейки надо его разрезать так что получился пласт для рулет то есть развернуть в ленту все просто главное заранее нож наточить пострее теперь приправить солью и перцем свинина да еще и не жирная совсем довольно нейтрально по вкусу поэтому хочу добавить яркости положу вареный копченый бекон еще добавлю орехов это мне фундук уже обжаренный надо его частично раздробить чтобы он лучше свой аромат давал и на бекон это чудо все остается плотно завернуть этот рулет и также плотно обвязать чтобы затем при всех следующих манипуляциях не развалился красота а теперь первый этап тепловой обработки обжарка на дно чугунка немного растительного масла рулет сначала подрумяните от снаружи видите вот эта сторона у меня пожирнее поэтому жирной стороной вниз сначала кладу до готовности конечно ничего не довожу сейчас и румяните как я уже сказал надо со всех сторон но пока начищу лук и шалот в этот рецепт идеально подойдет вообще сладкий лук ну только выбирать над конечно мелкие луковицы так проще а сейчас неожиданный финт ушами вливаю молоко сейчас закипит сразу убавлю огонь и оставлю вариться под крышкой при таком слабом кипении совсем на 45 минут а сам пока займусь гарниром для него творю мелкую картошку даже чистить и не буду потому что вот у этого сорта шкурка тоненькая понятия не имею как от сорт называется просто беру в супермаркете и все знаю что вот это конкретно картошка прям чистки не требует мне нравится встретимся с вами к моменту окончания варки картошки так она готова но это еще не все перевожу ее форму для запекания и надо ее немного раздавить теперь соль оливковое масло с запахом extra virgin с горчинкой несколько долек чеснока несколько веточек розмарина и в таком виде в духовку подпечь температура 200 верхний и нижний нагрев минут на 20-25 примерно за это время лишняя влага из картошки уйдет она впитает себя и это масло ароматное оливковое и все ароматы чеснока розмарина будет просто бомба между тем 45 минут прошло так что перевернуть и добавить лук лавровый лист и несколько стеблей сельдерей и еще минут 30 уже без крышки вы сейчас карте чё за фигня молоко лук с ума что ли сошел слушайте самый вкусный самый обалденный бешамель получается из ароматизированного молока причем ароматизировать его нужно не удивляйтесь луком луком можно еще утра всяких добавить допустим стебли петрушки будет вот так вот так что данном случае вот это молоко которое вберет себя мясной сок пропитается ароматом лука лаврового листа станет просто отличной основой для соуса можно пока муку с маслом обжарить пацуза называют эту смесь ру сначала муку на сухую до той степени коричневые или скажем так бежевого цвета что вам нравится и только затем добавляем масло и продолжаем некоторое время обжаривать помешивая все убираю с огня и жду вот эти полчаса пока свинины там доходят уже до готовности можно проводить завершающие процедуры мясо пока вынуть а лук и сельдинам уже проводить завершающие процедуры мясо пока вынуть а лук и сельди вместе с лавровым листом удалить, конечно, отсюда. Смотрите, молоко отскочило из-за того, что сюда соус попал мясной, мясной сок, но это не страшно. Сейчас доводим до ума его. У нас сейчас получается нечто среднее между бешамелем и велюте. Бешамель это соус, который делается на молоке, велюте тот, который делается на бульоне. Здесь у нас смесь фактически этого мясного сока, бульона, считайте, того же самого, и бешамеля. Самое главное не спешить, по частям добавляем сюда и размешиваем. И следующую часть добавляем не раньше, чем предыдущая полностью вмешается. Размешивать нужно очень энергично, очень быстро, может даже блендером поработать можно, если плохо разбивается венчиком. Ну, в принципе, венчиком тоже можно справиться вполне. Главное, чтобы не было вот этих вот маленьких кусочков свернувшись молока. И самое главное, по частям, пока предыдущая полностью с мукой не размешалась, следующую не добавляем. В этом главный секрет соус без комочков. Смотрите, какая красота! Чудо! Однородное чудо! Остается добавить соли, черного перца и мускатного ореха натереть. Все, серверой. Бечевку уже пора удалить. Рулет нарезать порционными кусочками. Вот такое праздничное блюдо. Начну я, конечно, с мяско. Вот с кусочком этого бекона. Свинина с беконом. Классно сочетается. С варено-копченым беконом. Солоноватая, потому что я посолил. Остренькая из-за перца. Классно. И, главное, соус. Соус суперский. Я очень люблю бешамель, ароматизированный. Просто чудо. Так, ну теперь по картошечке. Картошечка отваренная, потом запечена. Она пропиталась всеми этими ароматами розмарина. Пахнет просто чудесно. Ммм. И так она запекалась, то и аромат печеной картошки присутствует. Чудесная картошка. Обалденное блюдо. Простое, достаточно праздничное, нарядное. Орешков тоже. Орешков в соусе. Соус в этом. Отлично. Вместо лесных можно использовать, на самом деле, любые орехи, какие вам нравятся. Хоть эти самые кедровые используйте. Дорогие, конечно. Ну, будет здорово. И набор пряностей, которые вы используете, может быть, какой угодно. И не обязательно свинину так готовить. Прекрасно получится та же самая индейка, если вы найдете целую, допустим, грудку индейки. Также она прекрасно пластуется в такую ленду, прекрасно собирается рулет. И все у вас классно получится. Так что, воспринимайте этот рецепт как идею, как основу для ваших фантазий, или для ваших рецептов. И готовьте. Это вкусно, это просто нарядно, красиво и здорово. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok